Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте. В эфире Минское городское управление МЧС. В студии Анастасия Гарбер. С начала года столичные спасатели потушили более 1700 пожаров и загораний. В результате погибли уже 25 человек. Минск чрезвычайный. Последней жертвой огня вчера вечером стала 49-летняя хозяйка квартиры на улице Желуновича. Предположительно, к трагедии привело неосторожное обращение с огнем при курении погибшей. Со слов соседей, женщина проживала одна, курила и злоупотребляла спиртными напитками. Помните, неосторожность при курении – основная причина пожаров и гибели людей от них. Будьте осторожны с огнем. В минувший четверг по номеру 101 поступило сообщение о возгорании моторного отсека автомобиля на улице Ротмистрова. Пожар повредило лакокрасочное покрытие капота и лобовое стекло машины. Предварительная причина происшествия – короткое замыкание электропроводки. Вероятнее всего, короткое замыкание стало причиной загорания и микроавтобуса «Ситроэн» на улице Козинца, а также троллейбуса на диспетчерской станции Масюковщины. Минск чрезвычайный. Выезжали на минувшей неделе спасатели и на вызов о пожаре в квартире на проспекте Рокоссовского. Случившемуся предшествовало нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. В результате происшествия были повреждены мультиварка и электроплита. В этот же день пожар в бытовке на улице Лошадской повредил строение и находящееся в нем имущество. Возгорание могло случиться из-за поджога. По какой причине в выходные на улице Лошадской загорелись пластиковые элементы металлического киоска, сейчас устанавливается. А вот торговый киоск на улице Ольшевского загорелся и был полностью поврежден не без чужой помощи. Неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом привело и к пожару на первой поселковой улице. Здесь загорелось имущество на чердаке стропильная система и кровля кирпичной бани. Также полностью была уничтожена и деревянная хозпостройка на соседнем участке. Поджог стал причиной пожара и на Партизанском проспекте, где загорелось кресло и изоляция электропроводки на лестничной площадке. В результате этого ЧП повреждены кресла, электрощит, закопчены стены и потолок подъезда. Минск чрезвычайный. Во вторник днем пожар произошел в столичном детском саду на улице Жудро. Пламя вспыхнуло на втором этаже двухэтажного здания. Работники МЧС прибыли на место спустя пять минут после вызова. Еще до их прибытия работники сада самостоятельно эвакуировали из здания 74 ребенка. К счастью, никто не пострадал. Огнем были повреждены холодильники, другое имущество, а также закопчен коридор. По предварительным данным произошло короткое замыкание электропроводки холодильника в кабинете Костелянш. Последний случай показывает, что участниками ЧС могут становиться дети по независимым от них причинам. В таких случаях от правильных действий взрослых и самих детей зависит главное – жизнь человека. Учите детей, повторяйте и применяйте на практике то, что поможет однажды спастись с чрезвычайной ситуацией. Берегите себя и слушайте нас в следующий четверг. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Минск чрезвычайный.